У школы номер два своя спортивная летопись. Гордостью, конечно же, является олимпийский чемпион Алексей Воевода. Десятки известных спортсменов учились здесь, в их числе Игорь Верютин, фотографии которого хранит школьный альбом. Занимался всеми видами легкой атлетикой, баскетбол, футбол. Владимир Андреевич развивал во всех направлениях. И сейчас второе рождение нашего зала получается. Такой ремонт. Спасибо большое тем людям, которые помогают. А сегодня уже и воспитанники призера чемпионата Европы демонстрируют свои спортивные возможности. Заниматься в этом спортивном зале, который отвечает всем современным требованиям, действительно привлекательно. Мы принесли великолепные подарки администрации края, администрации города Сочи. Мы за это очень им благодарны. Зайдя в этот зал, хочется просто выполнять развественные пируэты, упражнения, фигуры. Он просто радует нас. Я 40 лет тому назад переступил порог этой школы. Конечно, за 40 лет работы учителем физкультуры в старейшем здании школы номер 2 приходилось воспитывать детей в разных условиях. А сегодня в обновленном зале уверенной педагоге будет всегда шумно. Я занимаюсь фехтованием уже меньше года где-то. Я побеждала Краснодарский край, Приморская Ахтарская, Сочи и Омск. Растут новые спортивные звезды. Для них капитальный ремонт спортивных залов проведен в семи сочинских школах. Он стал возможен благодаря участию города в краевой целевой программе. С 2011 года город Сочи участвует в краевой целевой программе развития образования по ремонту спортивных залов. У нас уже отремонтировано 12 спортивных залов на сумму более 30 миллионов. Вторая школа в списке тех школ, которым посчастливилось получить новые, современные, с комфортными условиями спортивные залы. Школа, богатая своими спортивными традициями, и дальше, по словам Владимира Хайхяна, будет растить поколение школьников физически крепкими и здоровыми. Елена Овсицына, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.